Астрологи объявили неделю Фроспанка. Царствие вам, господин небесное! Здарова, солнышки! Похоже, что теперь придется придумывать что-то необычное, поэтому Королевство Ибнград после таких вот новостей переезжает в Underground, а именно в московскую подземку в игру Until We Down. Дай! Русская смехалочка наконец-то подоспела спустя пять лет после выхода оригинального Kingdom, и теперь у нас есть ответ этим шведам из RAV Fury, которые очевидно издают не те игры. Мы по-прежнему бегаем от стенки к стенке и обороняем родную хату от каких-то гномов, но наши разработчики вышли далеко вперед зарубежных коллег и додумались сделать управление юнитами, чтобы они не торчали на месте всю игру. Обратной же стороной медали, к сожалению, является отсутствие сохранений. Ну, забыли сделать, че с кем не бывает. Три часа строил метро, потом мама кушать позвала, все, потерял все в один миг. Естественно, по этой причине жопы подгорели у многих, хотя нам после 20 видосов по Kingdom все равно уже мы видели худшее, что может быть в пиксельной драчильне и готовой ко всему. Поэтому собираем в поход каши из опилок, заливаем цистерну чаем из младенцев и спускаемся в ад. Вместо привычных короля и королевы у нас теперь Иван Иванович Толстой и Анна Аркадьевна Каренина. Отсылочки для тех, кто еще в школе учится и литературу не прогуливает. Подробности биографии я вдаваться не буду, скажу лишь, что у деда каждый пятый выстрел с калаша критический, но Аннушка любит пожрать. Ее способность абсолютно бесполезная, зато у нее есть дробовик, который позволяет вам хитн ранить врагов, то есть стрелять и отбегать, но для этого надо научиться играть. А что думаете, три кнопки нажимать легко, что ли? Про сложности в 2D игрушке это вообще привет Dark Souls, у игроки писали, что даже на нормальной сложности сложно играть. Но когда ты проходишь на нормальной сложности и открываешь следующую, ты понимаешь, что нормальная была не такой уж и плохой, потому что тут целая куча дебафов, которые накладываются на игрока или на игру. Короче, жопа. Как я и обещал, на жизнь мы жаловаться не будем, нас все устраивает, поэтому мы будем с вами терпеть и превозмогать, как обычно. Ааа, блять, мы горим! Как и в Frostpunk, у нас есть генератор, который подарил всему миру жизнь, его нужно оборонять и защищать. В этом нелегком деле нам помогут Платон, Борис и Денис, имена здесь даются абсолютно рандомные и каждый раз у вас будет своя команда. Первые найденные два металла, как нетрудно догадаться, нужно дать мастеру, чтобы он починил свою дрезину и ехал отсюда нахуй. Таким образом он будет каждый раз ездить туда-обратно и доставлять работяг, а заодно и с ними всякие эти ресурсы. Дед и Аннушка, как уже сказал, не изнеженные короли и королевы, они могут дать отбор гномам, но сделать это не так-то просто, поэтому понадобится команда. О, кстати, из вот этих самых грибов добывается еда, это генетически превосходящие клетки, содержащие жирных личинах, которые можно кушать и... Не, эти ребята, они умнее, чем кажутся, они не жрут это говно, они продают его, например, то можно этому вагонетчику дать, и тогда он поедет за новыми работягами. Туман сгущается, надо укрыться за стенами, говорит умный Борис, проблема в том, что мы не построили, сука, ни одной стены. Еще нужно обыскивать трупы, из них выпадают колбы, это третий из трех ресурсов, то есть первый это шестеренки, второй это колбы, они нужны для исследований, и третий это клетки, это еда. Как это все называется на самом деле, я не знаю, поэтому я сам придумываю название, я шумный у вас, правильно? Для умных, но ленивых в этой игре как раз есть выбор перков. Первый боевая подготовка, второй инженерный подход. Боевая подготовка говорит, что каждый ваш диггер, хорошее слово, рожается сразу звездочкой, она дается за каждые пройденные пять ночей, соответственно он копает быстрее, убивает больше, это пригодится, если вы играете за Анну, бегаете с дробовиком, вычищаете вместе с этими ОМОНовцами, с лопатами, завалы говна. Инженерный подход нужен для тех, кто всегда в Тим Фортресе за инженера играл, турель есть, мозгов не надо, тут еще и две турели дается, красота. В первую ночь гномы всегда нападают с левой стороны, и дед прекрасно может танковать еблищем, поэтому не обязательно строить стены прям сразу. Начальник дрезины каждый раз говорит, я тут насрал, убери, он оставляет лом, который нужно разгребать, пока ты его не разгребешь, он не уедет. Вообще стены нужны для тех, кто обороняется, мы же, сука, атакуем. Так, нам привезли Ярослава, не знаю, насколько это хорошая находка, но дай боже. Как я и говорил, мы не будем есть этих личинок, мы платим этому чуваку, он их забирает и едет отсюда. Борис, чини стены, или я тебя вон дяди на дрезине в следующий раз отдам. Развиваться надо, естественно, в обе стороны, шо влево, шо вправо, но делать это надо осторожно. Смысл игры в том, что нужно научиться держать вот этот баланс, как это было в Кингдоме, между терпением и наступлением, потому что когда вы наступаете, вы злите монстров, их вываливается больше, если вы терпите, монстры охуевают, и их вываливается больше. Как дышать, спросите, чё полегче. Сразу строятся два торговца, которые выдают, впрочем, не молотки и луки, а гаечные ключи и лопаты. Я, кстати, заметил, что в игре, кроме Анны, нет вообще ни одного женского персонажа, поэтому, если вы вдруг не знали, на что бы такое оскорбиться сегодня, то теперь вот можете вот. Зачем вы вообще в игру тогда добавили полевую кухню? Бориса мы назначаем торговать гаечными ключами. Они производятся очень медленно, поэтому инженеры как бы рожаются редко. Зато они умные и не воняют, в отличие от работяг. Так, Ярослав Богданович получает свой ключ на 9, и мы его можем отправить на исследование, которое как раз требует колбы, поэтому колбы лучше фармить заранее, чтобы потом не бегать в суматохе. Так, нам привезли Артема, и он сразу инженер. Вообще редко чего от Артема можно ожидать, но, видимо, здесь повезло. Дениса, насколько я помню, нам дали в начале, поэтому, получив свою лопату, он стал не копателем со звездочкой, он остался Денисом, что печально, ну ладно. Когда ты диггера, в душе инженер, видите, они не хотят копать, они хотят строить. Ребят, я понимаю, но доверьте дело Артему, ваша задача простая, копать грибы. Денис у нас диггер-философ, он задает дохуя вопросов, на которые никто не знает ответов. Мы уже торжественно можем зажечь нашу первую бочку, она будет восстанавливать здоровье и стамину как персонажа, так и юнитов. Так, я запиздился, нам сейчас стену левую вынесут. Инженеры пока что не могут оказывать сопротивление, они лишь могут помочь в ремонтировании стен, но когда мы прокачаем турели, эти мальчики заиграют полными красками. У нас теперь нету западного и восточного леса побережья, как это было в Кингдоме, поэтому мы теперь просто имеем левых и правых. Наросты это те самые порталы, из которых имеют обыкновение рожаться гномы. Их лучше долбить сразу и без пощадок. Там сказали, что кто-то худой приехал, но жилистый. Артур. Когда-то Артур записывал летсплеи, но теперь он работает грузчиком. О, жестокая судьба. Что удобно или не очень удобно, диггеры здесь вообще безвольные, то есть они без приказа ничего не делают. Все эти вкусные сопли на потолке пропадут, как только мы прокопаем все дальше и разберем завалы. Вот тут правильно говорят, что завалы можно расчищать только после улучшения, то есть если у вас инженер исследований не проводит, вы ничего делать не сможете. Когда-то мы пытались выяснить, кто лучше, инженеры или работяги, но на деле оказалось, что одни не могут существовать без вторых, вторые не могут существовать без первых. А нет, вот та хрень была не технология, и вот изученная технология. Теперь диггеры лутают быстрее. Похоже на правду, кстати. Инженера можно отправить теперь на новые исследования, для этого уже нужны две колбы, потом, по-моему, четыре, потом шесть, и так, как это в математике называется, умножение. Поскольку я очень наглый и примерно знаю, что здесь находится в тоннелях, я могу отправить диггеров копать прямо под ночь, то есть под фиолетовый туманчик, когда все должны бежать домой, мы будем работать. При этом я их защитю. О, бродяга! Чё он здесь делает? Я чё-то переоценил своё влияние, диггеры просто похватали лопаты и съебались на ночь глядя. Отлично, спустя три дня мы всё-таки смогли родить один ключ, можно поаплодировать будущему инженеру. Кстати, персонажи иногда дают подсказки, например, что в комнатах могут быть выжившие, но если ты играешь сначала, ты вообще не понимаешь, о чём они говорят. О, о, подоспели, друзья! Такие случаи тоже иногда бывают, они просто сваливаются толпой на голову, но дед крепкий, дед переживёт. С дробовиком, конечно, отбиваться намного проще, тем более в упор, тем более, когда у тебя стамина восстанавливается едой, тем более, когда ты умеешь играть и у тебя лопатчики за спиной прокачаны. Тот случай, когда хочешь быть спортивной аннушкой с дробовиком, но, к сожалению, ты родился 60-летним дедом с автоматом. Кстати, этот озорной хуй сидит песенки на гитаре играет, пока мы в тоннелях здесь подыхаем. У Сидоровича появился достойный наследник. По крайней мере, он работает за еду, причём не за самую вкусную еду, если бы он другие у нас ресурсы отнимал, то это было бы обидно. Инженеры, они даже собирать ничего не хотят, они могут только строить, чинить и улучшать. Знаете, СВ такие. Вы чё, зря строительный колледж, что ли, оканчивали? Нашу границу немного растянули, поэтому мы получаем бонус. Светушумовые ловушки или колючая лента. Лента тормозит и наносит больше урона, это фигня. Станящая граната останавливает вот всю эту пиздобратью, которая лезет в город, и это просто великолепно. Также после расширения инженеры могут строить палаточки. Палаточки нужны для того, чтобы увеличился лимит людей, и в город прибывали новые жители. Инженеры мы заставляем строить последнюю стену перед убежищем. К сожалению, войти внутрь мы на данный момент не можем, потому что нам нужны исследования, позволяющие инженерам выламывать двери. А вот и новая технология, более крепкие стены. Хорошие новости. Вот на этом красном станке можно изготавливать особые патроны, которые увеличат дэмэдж стрелков. Стреляют у нас пока только диггеры и сигареты, поэтому нахрен не надо. Мы опять потеряли стену слева, пока я разговаривал. Это вообще очень плохо, потому что, допустим, на сложности выше нормала ресурсы очень ограничены, их меньше. И вместо того, чтобы прокачиваться, тратишь шестеренки на восстановление. Стены на поздних стадиях игры вообще лучше не терять, потому что инженеры моментально сворачивают все турели и убегают домой. И пофиг им на твой генератор, который сейчас разрушат. У меня, к сожалению, крашнулся ОБС, и вот эта вот табличка на экране, она очень символичная. Означает, что мы сейчас заново начинаем. Ну чё, сейчас я заново отстрою этот союз нерушимой тоннелей свободных и продолжим. Итак, дубль номер два. Продолжаем. Продолжаем пушить влево. Здесь у нас находится цистерна огроменная с пивом. Если на ней работает инженер, то все стены укрепляются. Лучший слот в игре, пожалуй. В этой части очень много ресурсов и более того, есть слизни, которых если пиздануть лопатой, они отдадут еду. Более того, можно построить ферму и доить этих самых слизней, постоянно производя хавку. Понятно. Второй тип юнитов, которые мы повстречаем, это такие маленькие бомбочки на ножках, которые у меня головой в стену влетают и взрываются. Каличанские дети из Пейперс, плиз, подросли. Так, приехал Олег. Когда-то в обычном мире он был голосовым ассистентом, не очень полезным, теперь благо будет хоть копать. Мы строим новую стену, и здесь прям уже соседствуют с нами наросты. Они появляются, если долго не разгребать завалы, поэтому нужно как-то оперативнее, оперативнее работать. Технология изучена, можно построить склад, торговец будет оставлять больше лома, скорость разбора лома возле склада увеличена вдвое. Хорошая тема на самом деле. Так, левые продолжают разгребать завалы своей жизни, но благодаря правым у нас нет денег на исследование, единственное, что мы можем сделать, это склад построить. Без еды, правда. Это можно даже не читать, всегда убираем баррикады, укрепление стен, то, что нужно. Мы не будем даже прерывать исследование, гномы на данном этапе слишком слабые, мы их можем останавливать в соло. Так, а вот эта штука уже не очень хорошая, это ходячий миномет, он как юнитов быстро убивает, так и стены. Причем выстрелы в спину, ему ничего не наносят, то есть как-то надо прям ему перед ебалом вставать вплотную и расстреливать. Отлично, ребята, стена готова, теперь отправляемся работать на завод. Мы оставляем здесь одного инженера, потому что для того, чтобы задействовать второго, нужно доплатить шестеренками, а этого мы не можем себе позволить. Ночь закончена, поэтому мы можем продолжить разгребать тут все ресурсы. Скоро наступит сильная волна, к которой лучше бы подготовиться. В общем, скоро монстры придут мстить в больших количествах за все то, что мы сделали, лучше бы их сдержать. Я не помню, горил или нет, но слизней надо непосредственно лопатой дубасить, потому что в противном случае еда не выпадет, и, к сожалению, сейчас мы ферму не можем построить, у нас нет столько резов. Зажигайте бочку, коллега! Еще один рубеж пройден. Инженер, естественно, сразу строит еще одно убежище. Ну, что-то не очень интересно сейчас с этими волнами. Жиденько, жиденько они наступают. Вжжжж! Прием, командир! С левой стороны надвигается огромная волна мутантов, готовьтесь! А я уже проспойлерил! У нас один день, чтобы подготовиться, но, слава богу, они нападают только с одной стороны, с левой. Вот та самая технология, о которой я говорил, инженеры теперь могут выбивать двери. Вскрываем, соответственно, хранилище. Давай, Олежа, давай работай, чини этот пивзаводный, тебя вся страна смотрит! Вот, кстати, что нам не дает пройти дальше. Хренов миномет. Он уже, конечно, не на ножках, но долбит как надо. Крысы, как видите, бегут с тонущего корабля. Я не знаю, почему он стонет, но мы должны выстоять. Ну, насколько я помню, на седьмом дне даже нету этих титанов, таких огроменных жирнючих юнитов, которые стену за два тачка сминают, поэтому, как бы, бояться особо нечего. Дедушка разрулит. Стену починили и на исходную, суки, куда бежите? Светошумовая просто охрененная тема, я говорил. Она срабатывает каждый раз, когда там здоровье у стены падает, то мы можем восстановить, и она снова сработает. Да умри ты, блядь! Извините. За эту неравную битву нам дают либо беженца, либо схрон. Беженцев, дам спойлер, будет целая куча еще, поэтому всегда берем схрон, в нем будут шестеренки и еда. Мне страшно. Кто это, блядь, пизданул? Петр, ты? Во! У нас есть хрен, который схрон откроет, потому что инженеры этим не будут заниматься, очевидно. Зато инженеры будут улучшать генератор, скоро второй левел. Вот, нам уже дрезинник говорит, что работяги ехать не хотят в жопе негде упасть. Ну, кто о чем, работяги о жопах. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это улучшить генератор и качать палатки. Все. Научный подход или промышленность? Научный подход снижает стоимость изучений на одну колбу и стены становятся прочнее на 5% за каждую изученную технологию. Зато промышленность позволяет производить вот выбранные инструменты на 30% быстрее. Крепкие стены, это, конечно, хорошо, но тут всегда промышленность. Вот, нам говорят, что инженеры терщиты могут делать, чтобы пушить минометы, а впоследствии сталкеры смогут бросать еще и коктейли Молотова. До этого еще дожить, правда, надо. Но зато на 30% быстрее. Вот, сейчас мы ставим одного инженера на создание счетов, потом к нему второй подключится. Теперь можно построить палатку с оружием. В ней нанимаются сталкеры, сталкеры идут на поверхность и ищут топливо для Молотовых. Вентиляционная шахта, ведущая на поверхность, находится за этой дверью. И здесь еще куча ресурсов. И Антон плачет. Видимо, его напугала вот эта вот огромная ебанина. Честно говоря, в первый раз я сам испугался, особенно, когда весь отряд потерял вот под этой вот тентаклей, которой она лупит. Есть нужно немного приноровиться и сосредоточиться. Конечно, это звучит все просто, когда ты уже наиграл несколько часов в эту игру, но поначалу что-то немножко страшно. Все. Оно упало. На самом деле, оно охраняло очень много. Чего здесь? Склад, новые ресурсы и ящик. Также после крупной волны в тоннелях всегда тихо, поэтому можно не бояться, что прибегут ломать стены. Детишки, которые остались без мамы, они, конечно, очень милые, но, как известно, от осинки не родятся апельсинки, поэтому их можно, но это... Ну, вы поняли. Ужасный груз лежит на сердце, зато теперь можем подниматься на поверхность, нужно всего три сталкера и все. Мы, кстати, очень быстро продвигаемся вперед и, возможно, нам даже потребуется меньше 28 дней, чтобы подготовиться. Также у нас на базе появился торговец с клянками. Он еду меняет на бутылочки, которые нужны для исследований. Если учесть, что бутылки — это очень редкий ресурс, то да, меняем. Также в этой игре можно переназначать юнитов, теперь мы тупого копателя с лопатой делаем инженером. Просто повышение на глазах. Никто не верил, что Матвей может стать человеком, но может. Для грейда генератора последующего нужно топливо, то есть сталкеров придется на поверхность выгонять. Антон сидел в убежище и плакал, как девочка. Не просто так, я обещал за ним вернуться. Более того, теперь он будет у нас торговец пушками. Встречайте, Антон Дюкнюкемович. Также есть точка, где можно нанимать снайперов. Это тоже будет стоить денег, и снайперы не так, чтобы очень сильно прям нужны, но ради контента я их, естественно, отстрою. Ууу, так у нас опять левые-то не справились, стену поломали. Эти гондоны умные, они еще любят собак отправлять под конец ночи, чтобы ты раньше времени на исследование не вылезал. Так, ну щиты у нас уже изготовлены, несколько штук. Нам нужен рядом инженер, нажимаем на Q, он прикрывает весь отряд щитом. Такой вот группой небольшой мы продвигаемся к миномету и начинаем его долбить лопатами. То, насколько быстро будет зачищено гнездо, зависит напрямую от количества диггеров и их прокачки. Вот то, ради чем мы, собственно, и жили. Изучена технология, инженеры могут строить турели. Поскольку в начале игры мы выбрали сторону инженеров, теперь мы можем строить по две турели. Вот он, источник всех наших бед, огроменная зловонная дырень, из которой лезут монстры. Даже если мы ее заделаем, потоки мы как бы не остановим. Но, по крайней мере, этих уродов будет рожаться намного меньше. Так, ресов я быстренько насобирал, сейчас будем заделывать. Дел сделано! Больше монстров, меньше монстров, или как там наоборот? Станислав, скрываем хату! Ой, прикиньте, тут жил кто-то. Здесь, в общем, был маленький склад, в принципе, ничего интересного. Нам надо дальше пушить, там будет большой склад. Не, у нас здесь 10 турелей стоит, пусть все стоят, мы лучше на правую сторону пойдем, а потом сюда вернемся. Сейчас построим ферму. Отлично, Захара мы отправили копать блевотину, он теперь будет фармить этих слизней. Что интересно, у них только сейчас звездочки появились, то есть я не понимаю, почему они не прокачиваются, ну ладно. Давайте посмотрим, как работают турели. Их здесь, конечно, чуть меньше, чем 10, ладно, но все равно они отлично защищают. Ничто нам не мешает сюда еще инженеров пригнать, чтобы турелей было еще больше. Вот бы нам построить кухню, а готовить там ты будешь, умник хуев. Ладно, Петр, ты, конечно, прости меня, но ты теперь повариха. С усами. Ммм, запах жареной кресятины быстро распространяется, наша полевая кухня будет привлекать бродяг со всей округи. А может быть, он еще и монстров будет привлекать, об этом ты не подумал, дед? На 12-й день у нас срабатывает скрипт, на повышенных сложностях это происходит на 10-й день, в общем, проход затягивается лианами с правой стороны, и мы можем продвигаться дальше. О, серебряная звезда, о, поздравляю. Глеб у нас грейданулся, впереди планеты всей. Вот эти слизни, они могут иногда рожаться вместо маленьких, их нужно лопатами пошлепать и отбежать, а то они, это, имеют обыкновение краснеть и взрываться от такого. Проблема в том, что нам не просто нужно улучшить генератор, нам нужно сталкеров наверх поднять, еще и справа дыру заткнуть до 17-го дня. Ладно, уже не буду убегать, направо обещал пойти, пошли направо. О, кстати, на повышенных сложностях я еще пока не втуплил, лучше брать лопатеров, чтобы они сразу грейдились с первого дня, или все-таки инженеров с двойными турелями, потому что двойные турели, они нужны в дефе по-любому. Но эти Иваны со звездочками тоже нужны, и с лопатами. Новая технология, можно строить более крепкие стены, потом еще более крепкие стены, потом замок можно будет построить и в Кингдом идти играть. Территория расчищена, ура! Ядрич, как же мы рады встретить людей, а я-то вас как рад видеть, у нас теперь есть сталкер, целый один. Еще двоих нанять, и все, пиздуйте, он копать картошку наверх. У нас не хватает металла, чтобы заделать эту дырень, поэтому нам нужно быстро его где-то нафармить, я думаю, что он за этой дверью будет ближайший. Точно не помню, что там за схрон, но что-то должно быть. Вышибай, вышибай! Не, по-моему, нам не хватит ресурсов отсюда, здесь что-то слишком мало ящиков, походу. Я не знаю, может, конечно, повезет, там прям один тютелька в тютельку должно хватить. Хуютелька, блядь, а где инженер-то? Тварь, инженер, все из-за тебя! Я отряд проебал, серьезно? Стыд и позор на мою седую голову, они вылезли из дыры. Инженер должен был начать ее заделывать, тогда бы они не вылезли, мудак. Это этот Глеб ебаный был, он не зашел с нами в комнату, и из-за этого он прибежал назад на стенку. Я, конечно, сам не углядел, но как, почему он не вошел-то вместе с нами? Ну, кстати, типа сюжет обновляется, когда комнаты вскрываешь, но я не читал и осуждаю. Ладно, мы заделываем эту дыру с диким дилеем, мы потеряли половину отряда с правой стороны, но ничего не поделать. Нас, нас на самом деле спасет, то, что это сложность на нормале, здесь можно допускать ошибки. Сложно, но можно. Выше уже нельзя. Здорово, у нас есть крепкая стена, уже бетонная немного, но нет предела совершенства, нам нужно еще шестеренок поискать и улучшить ее еще сильнее. Они должны найти топливо на поверхности, и к тому моменту, как они его найдут, мы уже должны нафармить ресурсов, чтобы улучшить генератор можно было. Все молодцы, правильно, правильно, что поддерживаете друг друга, а то стоят носы повесили. Глеб вообще съебался с поле боя, мы отряд потеряли, но что по... Я этого Глеба буду до конца игры вспоминать. Ни в коем случае больше не берем сталкеров, они это маме там рассказывают, что они молотовы кидают где-то, на разведку ходят. Нам нужно будет все по одному сталкеру с каждой стороны, чтобы они могли сжигательную смесь кидать, все, от них больше ничего не требуется. О, Захар с повышением, дружище, с таким трудом копал говно, что теперь у него серебряная звезда. Играть в Ебенграде вон дослужиться нельзя, можно. Старший копатель. Ууу, стену я, наверное, тут зря не улучшил, но с другой стороны, что нам бояться, мы же дыру заделали, правильно, у нас здесь не будет никакой угрозы. Практически до нее уже отстроились, надо еще глубже нырнуть, разочек, и все. Жадничать не будем. Ломаем миномет, очевидно. Во, это тот склад, про который я рассказывал, он самый большой, с ящиком еще к тому же. По-моему, дальше вот уже ничего такого не будет, я не знаю, я не пробовал туда заходить. Я бы, конечно, рискнул, но, знаете, что-то вот не хочется уже во время видоса просрать все добро, которое мы тут с вами насобирали, потому что еще раз три часа играть, уж извините, я не буду. Сейчас люди такие, которым понравилась эта игра, и они хотели вторую серию, такие, в смысле, не будешь. Мы допинываем, в общем, последние коконы и валим в город. Ночь пережили, мы делаем максимально возможную стену на данный момент и покидаем это левое крыло метро и валим на правое. Гонец с плохими новостями приперся, мутанты, мутанты с правой стороны. А вот если бы мы дырки с вами не заткнули, то они бы с двух сторон сейчас перли, причем в таких количествах, что пиздец. Глеб, Глеб, давай, солнышко, извини, что я тебя охуесосил, строй быстрее, это наша последняя надежда. Надо заплатить коку, потому что он больше не хочет печь пироги и бродяги, соответственно, не собираются. Похоже, зря я волновался, я уже и забыл, что пять инженеров тут оставил. Не, ну, десять турелей я вам обещал, десять турелей я вам поставлю. В общем, сталкеры возвращаются с поверхности и не с пустыми руками, они принесли ресурсов. Сколько ж тут всего? Ммм, гражданские припасы или армейский схрон. Схрон дает мину генератора, но если как бы монстры подошли к генератору, это ГГ уже. Гражданские припасы это вторая жизнь. Командир втыкает вся этот шприц, рычит, взрывает свет, шумовую гранату, это по сути вторая жизнь. Всегда берем это. Они, короче, это морозится и не хотят сразу идти на вылазку, потому что на бензоколонке, где драгоценное топливо, опасно. Мы не будем их слушать, мы их по-любому отправляем, чтобы день не ждать. Даже если с ними что-то случится, у нас он Глеб провинившийся есть, пусть он пистует мутантов гаечным ключом бить. Мы ведь справимся, всегда справлялись, дружище. Ну, конечно, турели, это, конечно, да, я даже показать мутантов не могу, потому что они добежать не успевают. Ну что, суки? О, бомбы пошли, это плохо, это плохо, я что-то не хочу их это ебалом собирать. Наконец-то! Огромный кротик под прикрытием минометов, сколько ж мы ждали тебя! Ну, это похоже на то, что мы в Кингдоме видели, то есть это огромный монстр, который ломает стены, плюс он еще рожает дополнительно юнитов. Ну, здесь он не рожает, он типа яйца забрасывает, и если их не ломать, они инженеров начнут в спину кусать, поэтому нужно клювом не щелкать. Не сломал. Да, еще раз! Сука, Сарис, сломал. И шагу назад, бляди, не убегайте! Ладно, с горем пополам, потеряв всего одну стену, у нас получилось все-таки. Все молодцы. Естественно, снова выбираем схрон, нам нужны ресурсы. Теперь нам нужно продержаться до 28 дня и принять последний финальный бой. для этого нужно набирать работяк и делать их инженерами. И я обещал еще двух снайперов. Господи, нахуя нам снайперы? На нас напали, Иван и Степан погибли. Эх, командир, говорил же обождать с вылазкой. Да иди ты нахуй, сейчас мы нового Ивана и Степана найдем. Вот то, что они ресурсов притащили меньше, это, конечно, обидно, но что поделать. У нас зато топливо есть. Смотрите, какая цистерна красивая, синяя. Бесценное топливо, суки, не жалуйтесь. Да, мы потеряли Ивана и Степана. Да, Ивана и Степана, которые смотрят это видео, сейчас бунт подымут. Но смотрите, ребята, мы теперь можем молотовы бросать. Мы выживем, все остальные выживут. Глеб выживет. Ебать его, ключом надеют, у нас получится. Генератор улучшается. В ящике вон, куча ресурсов за пройденную волну. Все было не зря. Наконец-то. Ладно, все, хватит радоваться, метро для грустных. Улучшение ограждений или огненные ловушки. Улучшение ограждений, они сильнее будут тормозить монстров, чтобы инженеры их расстреливали с турелей. Ля, какой генератор. Прямо как в Фростпанке, красотень. Сейчас еще исследования будем дальше проводить, ура. Мы не тупые, мы развиваемся. А вот и новая технология, еще более крепкие стены, вроде как уже максимального уровня на этот раз. Угу. Но это реально уже не стена, это целый домик из Майнкрафта там жить можно, его даже криперами не взорвать. Командир, а больше ехать и некуда, кроме нас здесь только мутанты на миле вокруг. Будем защищаться, пока можем. На самом деле, он пиздит, потому что мы можем Кока попросить готовить еду, и уроды будут на нее сбегаться, как я уже и говорил. То есть, все еще можно набирать армию. Естественно, нужно палатки в этот момент расширять, потому что, куда они будут приходить, если нет места. Инженер у вагонетки предлагает нам сделать улучшение. Давайте сделаем. Та-да! Улучшенная дрезина. Она укреплена двумя пулеметами с обеих сторон, а также минометным орудием. То есть, теперь не только монстры могут заплевывать нас гранатами, мы тоже теперь так умеем. Ладно, делать пока все равно нечего, еще 7 дней, давайте оборзеем и пропушим дальше. Теперь у нас есть сталкер. Сталкеры, как известно, кидают коктейли молотого. Так, пусть кидают. Без шуток, это прям очень хорошая тема, которая помогает как в обороне, так и в атаке. Как-то с этой дрезиной вообще играть уже неинтересно. У нас монстры, эти гномики, несчастные, бегут своими ножками, только на экране появляются и их сразу испепеляют. Ну погодите, вы ебашите с ими орудиями, вы все удовольствие портите. День 21, продолжаем пушить гниль. Опа! Молотов, молотов! Хорошо! Как же они подгорают! Даже слишком хорошо. День 22 уже. Мне вот что нравится, один сталкер может столько грязюки навести. Мы продолжаем наше великое путешествие. Я не знаю, куда мы идем. Я на самом деле знаю, но вам не скажу. Вот это место мне понравилось, я дальше не заходил. Это что-то типа вагона, укрепления, где люди жили, но они, к сожалению, не смогли отбиться. Здесь куча ресурсов всяких. И вот что дальше, я не знаю. Знаешь, что метро конечное, но вот с этой стороны я не добегал до конца. Одинокий пухляш. Пытался выжить, но он ни одного яичка даже не закинул, он не успел. Окей, хорошо. Я обещал, снайперов будут снайперы. Если нам поломают стены из-за этого, вините во всем Глеба. Сюда, как и везде, нужно закинуть работягу. И он начинает крафтить СВД. Они делаются очень медленно. Но вроде как юниты сильные. Там слева какая-то сильная осада творится, нужно туда сбегать. Двух пулеметчиков я поставил. О, мины. Мины производятся инженерами, автоматически расставляются у стен. Очень полезная хрень. Правильно мы сделали, что не стали их раньше брать. Сейчас инженеры тут накрафтят это говна просто по всей базе. Причем мины срабатывают, если на них наступает большая группа монстров или огромная особь. То есть от одного хитрого яйца они не взорвутся. Мы переоборудовали лабораторию в дронодром. Дроны добывают лом и перемещают его на склад. Эээ, ладно. Мины надо с двух сторон делать, естественно. Для этого нужно четыре инженера. Мы правильно сделали, что выбрали крафт на 30% быстрее. Это очень сильно зарешает сейчас. Давай, давай, инженерчик, строй мины. У нас четыре дня там или сколько, три осталось, мы прям успеем много построить. Мины уже начинают появляться на базе, они агрессивно бибикают, мигают, предупреждают об опасности. То есть если монстры до сюда доберутся, взорвется все нахуй. Ни себе не дадим, ни гномам. А вот и мы из-за этих шо опоздали. Че там у вас происходит? Ну что-то там да, что-то шевелится потихоньку. Итак, день 26, мины тем временем уже доползли до палаток. Они повсюду, командир, гребанные мутанты, ни шагу назад. Орлы, мы строили эти укрепления не просто так, а для нашего будущего. Когда-нибудь у нас будут женщины и дети, которых мы будем защищать. А если нет, то у нас есть повариха, сражайтесь за еду, твари. Мины, к слову, аж до сюда доползли. Успели все-таки. Нет, суки, к нам опять бегут крысы на базу, сейчас все пожрут. Кок, бей их поварешкой. Я немного беспокоюсь за правую стену, потому что они без моей поддержки остались и без поддержки дрезины. Возможно, дрезину стоило там оставить, а здесь сражаться при помощи молотовых. Но на крайняк туда все перегоним, наверное, плюс у нас мины есть. Вот если крупные мутанты будут в больших количествах наступать, это с одной стороны, конечно, эффектно, с другой стороны, они нам жопы надерут. Я как знал, что так будет направо, мальчики. Ебать вас, правое крыло, да что у вас произошло-то? Вам, сука, мин сто штук было. Почему эти хуи тут у нас по базе ходят? Хорошо, хоть сталкер не сдох. Блядь, они не останавливаются. Их даже мины долбанные не останавливают. Ладно, у нас миномет есть, я думаю, защитят. Плюс пулеметы еще на этой хуевине. Мы выстоим, парни. Без паники. Никаких переговоров с гномами. Пленных и женщин не брать. Будут они женщин предлагать, отказывайтесь. Светлое будущее совсем близко. Оф, мы выжили. Эй, кто на ногах стоит, помогайте искать раненых. Раненых нет, товарищ. Все стояли до конца на своих баррикадах. Ай, это не игра, это жопа какая-то на самом деле. Но вроде как неплохо. Мне понравилось, по крайней мере, я получил удовольствие, пока играл, пока вам все это показывал, рассказывал. Посему все, большое спасибо за просмотр. Обратите внимание на описание, там ссылочки на все соцсети, на все плейлисты, вступайтесь, подписывайтесь, смотрите, но я с вами прощаюсь. Но ровно до следующего видео. Как всегда, спасибо за просмотр, ну и как обычно, счастья вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok